Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Найти свою уникальную стратегию развития. Председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда посетил электроламповый завод. Предупредить несчастный случай. В областном центре состоялось очередное заседание комиссии по охране труда. Какие чрезвычайные ситуации произошли в 2019-м детально и объективно. Получить надежду на новую жизнь. В Бресте торжественно открыт новый дом семейного типа. Программа по созданию таких учреждений будет продолжена. Об этом и многом другом смотрите прямо сейчас. Найти на каждом белорусском предприятии свою уникальную стратегию развития. Об этом в своих выступлениях постоянно говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Особый акцент и внимание здесь, конечно, на убыточные предприятия и заводы. В числе таких Брестский электроламповый завод. Периодически производство работает в режиме неполного рабочего времени. Приостановлен ряд выплат по коллективному договору. Ситуация на Брестской лампочке была озвучена председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой на рабочей встрече у главы государства. Это произошло на прошлой неделе и было принято решение совместно с Министерством промышленности подробно изучить ситуацию на месте и выработать оптимальное решение по выводу завода из кризиса. На днях состоялся визит министра промышленности Павла Утюпина и председателя Федерации профсоюзов Белоруссии Михаила Орды на Брестский электроламповый завод. Продолжит Виктория Нечаева. На протяжении нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации. С 2018 года объемы производства упали почти втрое, численность персонала сократилась вдвое. То, что некогда градообразующий и успешный завод сдал свои позиции, ощутила на себе и Татьяна Бурдила. Женщина-трудница-упаковщица на Брестской лампочке три десятилетия. Для нее это не просто работа, любимое дело, терять которое она не хочет. Предприятие столько лет на заводе уже работаем, уже не хочется в таком возрасте куда-то идти. Тут уже привыкли, да и работали. Не знаю, что. Короче, зарплату подняли, больше платили. А в среднем здесь получают 600 рублей. Как повысить эффективность работы на перспективу, обсуждали в рамках рабочего визита во время посещения цехов и министр промышленности Павел Утюпин, председатель Федерации профсоюзов в Беларуси Михаил Орда и губернатор региона Анатолий Лис. С 2018 на заводе введено прямое управление холдинга «Горизонт». Принимаются меры по стабилизации ситуации. Активно ведется поиск путей по реструктуризации долгов перед банками и таможенными органами. Рынки избыта белорусскому производителю терять нельзя. Когда есть нестабильность работы, страдают люди. И при самых сложных ситуациях мы считаем, что сегодня социальные стандарты и минимальные стандарты не в условиях труда необходимо, чтобы были выполнены, поскольку это сегодня неотъемлемая часть нашего законодательства. И человек, который работает, он должен быть обеспечен спецодеждой, он должен быть обеспечен горячим питанием. И у человека, который работает во вредных условиях, также должна быть и компенсация, потому что сегодня экономить на людях нельзя. И если сегодня не будет людей, которые производят эту продукцию и создают эту продукцию, то, собственно, тогда точно и не будет работать завод. Есть и хорошие новости. За прошлый год средняя заработная плата выросла на 14%, а по предварительным прогнозам в 2020-м должна еще увеличиться на 40%. В прошлом году завод сработал безубыточно с рентабельностью в 3%. Объем производства продукции вырос на 26%. Все это стало возможно благодаря проведенной модернизации. В нее было вложено более 4 миллионов рублей. В будущем есть необходимость установки еще дополнительных линий. Поэтому сейчас Белл вместе с Горизонтом отрабатывает экономическую модель, чтобы ставить новые линии взамен тех старых оборудований, которые мы сегодня видели. Вместе с тем, Эбресская лампочка переживает не лучшие для себя времена и продолжает находиться в непростой экономической ситуации. Сегодня совместно с Федерацией профсоюзов разрабатывается комплексный план по развитию завода. А удастся ли поднять убыточное предприятие, покажет лишь время. Есть перспектива. Завод выпускает сегодня ту продукцию, которая сегодня нужна, и которая сегодня и конкурентоспособная, и востребованная. Ну и в каждом доме это нужна продукция. Безусловно, этот завод сегодня необходимо сохранить, но это и рабочие места сегодня для людей. Есть очень хорошие планы на 2020 год, которые сегодня по бизнес-плану предприятиям выстроены. И мы видим, что предприятие сегодня имеет все возможности и условия для выхода на хорошую, устойчивую, экономическую, стабильную работу. Виктория Нечаева, Дорд Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Переоценить значение дома в жизни человека достаточно сложно. Здесь он делает первые осознанные шаги в жизнь, учится рассуждать и любить, сопереживать и прощать. Дом – это школа, где нет отметок, но ее стены открыты в любое время суток. Здесь поддержат и в трудной ситуации всегда подставят плечо. Именно это понимание прививается малышам, родителями-воспитателями в домах семейного типа. Политика государства сегодня нацелена на то, чтобы поддержать малышей, лишенных родительской любви и ласки, по разным причинам – помочь им адаптироваться в жизни и найти себя. Для этого на текущей неделе в городе был торжественно открыт восьмой детский дом семейного типа. О его новых жильцах и их планах наш следующий сюжет. Улица Дубровская, 20Б – новый адрес очередного детского городка, где теперь свое счастье обретут семь юных берестейцев. Третий дом семейного типа – теперь еще одна гордость Ленинского района. Просторный и уютный строители ПМК-82 смогли возвести его среди городской застройки в довольно сжатые строки. При поддержке Брестского областного исполнительного комитета в лице Анатолия Васильевича Алиса мы максимально вкладываем все усилия для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для нахождения наших деток именно в домах семейного типа, максимально приближенных к семейным. На сегодняшний день в восьми домах семейного типа воспитывается 46 деток. 199 деток у нас воспитываются в 175 семьях, именно опекунских семьях. 29 деток воспитываются у нас в приемных семьях. Поэтому максимально будет создана та инфраструктура и максимально создана все условия для того, чтобы деткам было комфортно, уютно и родителям, соответственно, было достаточно благополучно воспитывать деток. Коттедж площадью 210 квадратных метров теперь дом большой дружной семьи. Ребята достаточно быстро освоились и сегодня с удовольствием обустраивают быт. У меня тут есть большой стол, где я делаю уроки, можно посидеть с девочками, поговорить. Ева и ее младший брат Ваня – родные дети, родители-воспитатели Ольги и Сергея Брух. За достаточно непродолжительное время они нашли общий язык с другими ребятами. И теперь представить семью без кого-то одного уже достаточно сложно. Проект, который может дать возможность детям воспитываться в полной семье. Проект, который дает родителям возможность почувствовать себя родителями большой семьи многодетной. Как мы к этому пришли, были мысли, это не один год. Именно этот проект «Дом семейного типа» мы узнали, когда начался строиться дом. Мы узнали о конкурсе, пошли на собеседование, ну и все по этапу прошло. День открытия дома семейного типа получился насыщенным и очень интересным. Игры с аниматорами, обсуждение новых книг и игрушек, подарки. К такому эти дети еще не привыкли, но с удовольствием принимали каждый жест внимания и заботы от взрослых. А большой чаепитий за праздничным столом положит начало новой традиции. Традиции гостеприимства и открытости тем, кто приходит в этот дом с лаской и любовью. Строительство домов семейного типа – это прежде всего решение задач по максимально комфортным условиям до проживания детей, попавших в сложной жизненной ситуации. И сегодня уже многолетняя практика показывает, что опыт этот оправдал себя. Дети попадают в комфортные условия, в семейную обстановку и, конечно же, нивелируются все те процессы, которые с ними происходили ранее. К слову, уже в этом году в Бресте начнутся работы по строительству еще одного детского дома семейного типа. Он появится рядом по улице Дубровской и позволит осчастливить еще большее количество малышей, лишенных тепла и ласки близких. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном, важном и интересном. Очередное заседание Комиссии по охране труда состоялось на текущей неделе в областном центре. Под председательством руководителя мобильной группы первого заместителя председателя Брестского горесполкома Вадима Кравчука в рамках мероприятия на повестку дня были вынесены все несчастные случаи, произошедшие на производстве. Рассмотрение каждой отдельной ситуации было детальным и точечным. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. 36 несчастных случаев, из которых два со смертельным исходом. Статистика происшествий на производстве по итогам 2019-го. Да, цифры несколько меньше прошлогодних, однако по-прежнему есть повод задуматься. Задуматься о том, что основой для большинства ситуаций послужила собственная халатность работников либо нанимателей. Традиционно проблемными остаются сферы строительства, промышленности, транспорта. Каждый отдельный случай должен быть детально изучен и рассмотрен для того, чтобы получить полную картину произошедшего. И на будущее предупредить аналогичные ситуации. Наша задача, особенно в работе мобильных групп, в которых принимают участие все заинтересованные службы, это и протомнадзор, это инспекция по охране труда, это наше министерство по чрезвычайным ситуациям, наши и надзорные органы помогают нам в данной работе, чтобы сработать на предупреждение, чтобы не было какой-то халатности, чтобы не допускали случаев просрочки проведения каких-то испытаний того или иного оборудования. Работа на предупреждение несчастных случаев на производстве должна быть поставлена во главу угла. Созданная при городском исполнительном комитете мобильная группа активно проводит мониторинги предприятий областного центра, оставляет рекомендации для устранения замеченных нарушений, на основании которых после проводится повторное посещение. Очень хорошо и активно работает в городе Бресте мобильная группа. По 2019 году мы совершили 98 выездов, проверили более 200 объектов хозяйствования, всех форм собственности. Выявлено было более 5000 нарушений именно касающихся охраны труда. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена и самое главное нам сработать на предупреждение и сохранить жизни наших горожан и работников на организациях. Соблюдение правил охраны труда – одно из важных условий эффективной деятельности производств. Человек, пренебрегающий этим, ставит под угрозу не только себя, но и жизни, здоровье окружающих, особенно выполняя обязанности в нетрезвом состоянии. Только по этой причине в прошлом году были уволены 238 сотрудников. Цифра немалая. И это только один отягощающий фактор. Проблема существует, и поэтому меры по ее решению должны быть более жесткими и конкретными. Это непосредственно, конечно, сам контроль со стороны должностных лиц. Они должны контролировать и все мероприятия, соблюдать которые положены. Большинство случаев, как уже было озвучено, что они произошли за территорией города Бреста, и, к сожалению, лично неосторожность присутствовала. Деятельность мобильных групп в 2020-м будет продолжена. В списке несколько десятков предприятий для посещения. Однако не только контроль со стороны должен быть определяющим для организации деятельности. В первую очередь ответственность за своих работников несут их непосредственные руководители, а также сами специалисты. Только понимая это, можно добиться нужных результатов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Брест – город, через который проходит ежедневно не одна сотня поездов. Работа Белорусской железной дороги всегда слажена и точна. Ее специалисты трудятся, не покладая рук для того, чтобы наши поездки и путешествия были приятны и комфортны. Накануне в Доме культуры железнодорожников представители Брестского отделения Белорусской железной дороги провели торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Брестской дистанции сигнализации и связи. Праздник собрал большое количество людей. Кроме искренних поздравлений юбилейному отделению, в рамках мероприятий состоялось награждение лучших работников Брестской дистанции сигнализации и связи. Подробнее о мероприятии расскажут наши корреспонденты. История создания Брестской дистанции сигнализации и связи началась в далеких 40-х, когда протяженность участков дистанции составляла всего 351 километра. Сегодня представители организации празднуют юбилейную дату – 80 лет. За это время многое изменилось и усовершенствовалось. Для каждого работника Брестской дистанции сигнализации и связи – это праздник, который отзывается теплым чувством в сердце, ведь многие отдали Брестскому отделению Белорусской железной дороги значительную часть своей жизни. Перед началом Великой Отечественной войны именно произошло образование нашего филиала. И, скажем так, что в период установления в нашей организации работало всего 55 человек. Эксплуатационная длина путей составляла всего лишь 351 километр. На данный момент в связи с техническим развитием нашего предприятия эта эксплуатационная длина увеличилась практически в два раза. Штат на нынешний момент, на сегодняшний день составляет 422 человека. В дистанции сигнализации и связи работают специалисты, способные освоить новейшую технику, которая предназначена для безусловного обеспечения безопасности движения поездов. Особенно ответственно подходят в руководстве к подбору кадров. По состоянию на январь 2020 года на дистанции работают 419 человек, из них с высшим образованием – 190. Книгу народной славы мы решили возродить, поскольку годы идут, меняется коллектив, и очень часто попадаются старые фотографии, на которых мы просто не знаем кто. А когда начинаешь расспрашивать людей, оказывается человек со всех сторон заслуженный, и почетные железнодорожники, и орденоносцы есть в нашем коллективе. И вот для того, чтобы вот эту память не утратить, мы решили вот эту книгу народной славы возродить. В книге народной славы записаны заслуженные работники Брестской дистанции сигнализации связи, те, кто посвятил этому делу жизнь, и те, кто был примером для многих. Благодаря этой книге сотрудники дистанции смогут оставить предшественникам память о прошлых поколениях и их славных традициях. Поскольку наше предприятие занимается обеспечением безопасности движения поездов, мы задержим технические средства, которые обеспечивают безопасность, то главным критерием служило отсутствие отказов этих самых технических средств. И поскольку это ювелейная дата 80 лет, то вторым неоспоримым критерием является стаж работы в дистанции. Коллектив у нас стабильный, людей, которые работают более 20 лет, больше половины, поэтому, поверьте, было очень сложно выбрать достойных из достойных. Мероприятие, посвященное 80-летию образования Брестской дистанции сигнализации связи, собрало в одном месте ветеранов труда, почетных гостей и работников предприятия. Здесь награждали лучших из лучших и отмечали достойную работу сотрудников на протяжении многих лет. Перешла я на предприятие по распределению Брестского техникума железнодорожного транспорта. С 2001 года работала электромонтером СЦБ, потом электромехаником СЦБ, потом диспетчером. С 2012 года и по настоящее время старший диспетчер по сигнализации связи. Мне вообще нравится моя работа, что здесь работают очень хорошие люди, грамотные, ответственные, руководители. На мероприятии в торжественной обстановке говорили теплые слова отделению и желали дальнейшего процветания, ведь от них во многом зависит качественная работа Брестского отделения Белорусской железной дороги. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Специально для итоговой программы. Осмотры мест происшествия, улики и исследования. Ежегодно благодаря работе сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз раскрываются сотни преступлений. О результатах судебно-экспертной деятельности органов Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области в 2019 году говорили на днях на итоговой коллегии. Какие новые направления деятельности будут внедрены в этом году для более эффективной работы и, конечно, о результатах 2019-го расскажем в следующем материале нашего выпуска. В настоящее время органы Государственного комитета Брестской области обеспечены всем необходимым оборудованием, которое позволяет проводить исследования различной сложности на высоком уровне и оперативно. Специалистами Брестской области за прошлый год было принято участие в 9 тысячах осмотрах мест происшествий. Проведено более 34 тысяч экспертиз и исследований медицинских, криминалистических, психиатрических, технических, специальных. Особое внимание хотелось бы уделить техническим видам экспертиз, как наиболее развивающиеся на протяжении уже нескольких лет. Примером тому служит повышенная востребованность как у правоохранительных органов, судов, так и граждан по их проведению. Что касается наших достижений в управлении, следует отметить, что мы освоили в полной мере и проводим такие серьезные экспертизы компьютерно-технические, вернее их виды-подвиды, это экспертизы шифраторов и блокираторов. Следует отметить, что наши эксперты не только успешно их проводят, но и разрабатывают специализированное программное обеспечение, пишут скрипты, которыми уже пользуются эксперты и других регионов нашей страны. Круг решаемых задач и перечень исследуемых объектов с каждым годом расширяется. Конечно, сегодня еще есть ряд направлений, которые применяют только в столице страны. Опыт минских специалистов в этом году будет перенят брестскими экспертами в области сексологических экспертиз. За 2019 год и брестскими экспертами-психологами данного профиля было проведено более 60 экспертиз, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности. В ходе проверок устанавливались индивидуальные психологические особенности подозреваемого лица. Для того, чтобы установить или определить, имеется ли у данного лица расстройство сексуального предпочтения, например, педофилия, правоохранительные органы назначали данную экспертизу в Минск, в Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз. В настоящее время у нас уже готовится специалист данного профиля, который будет проводить данные исследования по Брестской области. Это поможет правоохранительным органам быстрее узнать результаты судебно-психиатрического исследования подозреваемого лица и принятия дальнейшие процессуальные действия. Также в экспертном ведомстве разрабатывается вопрос о введении опросной комнаты для детей. Также в областном экспертном ведомстве разрабатывается вопрос о введении дружественной детям опросной комнаты, непосредственно дети, которые пострадали от сексуального насилия. Они будут беседовать с психологом, и таким образом в такой благоприятной атмосфере специалистам будет проще разговаривать с детям. Дети будут более расположены к беседе. Таким образом, удастся установить обстоятельства, которые способствовали данному преступлению. В целом, работа экспертов Брестской области за 2019 год оценивается положительно. Были введены новые направления деятельности, к примеру, лингвистическая экспертиза. Данные исследования успешно проводятся с середины прошлого года. Сами же эксперты отмечают, всегда есть куда расти. Свято Рождество Богородицкий женский монастырь, православный монастырь Брестской епархии, расположенный на госпитальном острове в Брестской крепости. Основан он в 2001 году. В 2005 городские власти выделили женскому монастырю в постоянное пользование бывший казематированный редут – двухэтажное здание Брестской крепости, в котором в свое время располагалась полковая школа. Время шло, монастырь развивался и рос. Сегодня здесь идут реставрационные работы, за ходом которых наблюдала наш корреспондент Ирина Кузьмич. В октябре прошлого года на территории Волынского укрепления южных ворот Брестской крепости началась реставрация восьми казематов из двенадцати. Восстановительные работы проходят благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. В дальнейшем планируется реставрация оставшихся четырех. За 15 лет существования женского монастыря отремонтировали главное здание, благоустроили близлежащую территорию, построили небольшой храм и колокольню. Теперь реставрация коснулась других объектов, находящихся на территории. Проект для женского монастыря разработал Владимир Казаков еще два года назад, но возможности сразу его реализовать не было, потому как не было документов на здание, которые представляют собой историко-культурную ценность. На данный момент мы имеем разрешение Министерства культуры, так называемый ДОЗВО, на производство уже реставрационно-реконструктивных каких-то работ по казематам Волынского укрепления. Это первая очередь у нас. Вторая очередь, которая в планах, на которые мы имеем уже ДОЗВО на строительный проект, это реконструкция этого здания с восстановлением порохового склада. В отреставрированных помещениях настоятельница женского монастыря планирует разместить трапезну для паломников, пошивную и столярную мастерские, а также отвезти место для дополнительных классов воскресной школы. В итоге должен получиться настоящий многофункциональный комплекс, внутри и красивое здание снаружи. Чтобы подчеркнуть старину, для его отделки используется специальный кирпич. Активная фаза работы ведется с октября месяца. То есть это был снят полностью верхний грунт у зданий, у казематов очищены корни, потому что корни уже проникали в здание, уже вода текла по стенам внутри, невозможно было находиться в этих зданиях. Сейчас выложен полностью первый ряд восьми казематов, сделаны дымоходы, вентканалы, также проведена канализация, водопровод полностью поменен. И можно сказать, что первый этап работы до Нового года был завершен. На данный момент восстановительные работы ведутся не так активно по нескольким причинам. Достаточно влажная погода вблизи реки создает определенную сырость, что при работе помешает сохранить надлежащее качество материалов. Но кроме этого монастырь нуждается в дополнительном финансировании. Помочь в этом деле может любой желающий, просто опустив любую сумму в ящик пожертвований, либо воспользовавшись открытым в банке счетом. Так общими усилиями можно не только сохранить историко-культурное наследие нашей малой родины, но и поддержать духовный проект, который позволит многим людям обрести себя и найти силы для возвращения в жизнь. Это были итоги недели на БукТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова